Приветствую, Святослав. Как настроение перед поединком? Насколько, считаешь, это событие может быть грандиозным вообще для себя? Да, однозначно событие грандиозное. Я бы и подумать не мог еще лет пять назад. И для меня это важное событие, в котором я должен победить, а настроение отличное. Мы вот разговаривали с некоторыми бойцами, и они говорят, что для тебя это, наверное, самый главный бой вообще в жизни сейчас, самый такой ответственный. Ты согласен с этим, или у тебя уже были поединки, на которые ты там выходил с таким же запредельным настроем? Тут как это работает? В принципе, каждый мой бой – это самый главный бой в моей жизни, и сейчас это самый главный бой. Но после Александра будет тоже бой, он будет не менее главный, чем с ним. Каждый мой бой для меня самый главный бой в жизни, ну, по крайней мере, к этому я так отношусь. Мое мнение, моя идеология, а там... В случае победы ты готов выходить на более, скажем так, уже профессиональный уровень, на более серьезные поединки? Есть ли такое желание? Да я всегда готов выходить на какие-то серьезные вызовы, соперники и тому подобное. А если ты имеешь в виду карьеру построить в проф ММА, то нет, такой цели нет и желания такого нету. Я дерусь как хобби. Мое хобби – это бить людей. У дяди Саши эта работа, у меня хобби. Учитывая, что у него эта работа, у тебя хобби, считаешь ли ты, что ему в этом плане будет психологически тяжелее? То есть на нем больше груз ответственности? Ну, грубо говоря, что ты рискуешь меньшим, если вдруг ты проиграешь, а если он проиграет, то про него там будут говорить, что он проиграл блогеру и так далее. Может быть, хочется доказать что-то, что все немножко не так? Я думаю, Александр слишком долго уже находится в этом спорте, в боях, и он научился контролировать свое эмоциональное состояние, поэтому не думаю, что у него какой-то груз ответственности прям чересчур большой в его голове, да? Если говорить по факту, конечно, если я проиграю, на мне намного меньше ответственности, то, что как бы блогер, как я люблю прикрываться, проиграл Александру. Но я к этому отношусь с другой стороны. На кону стоит очень многое. Стоит красивый пояс, который я видел, номинация «Боец года», дальнейшее продвижение в медиабоях, также оттуда и рост моих гонораров. То есть, когда человек побеждает, у него все растет. Если я проиграю, то немного поймаю стагнацию на время. Но потом мы опять пойдем вверх, но, 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 я не допущу этого, я хочу так, и все будет четко. Если ты победишь, или, как ты уже говоришь, когда ты победишь, то есть ты практически уверен в своих силах, считаешь ли ты возможным, что ты завершишь карьеру Александра Емельяненко своей победой? Я думаю, нет. Кто я такой, чтобы завершать ему карьеру? Я думаю, он будет востребован. Понятно, что дело, что не на проф-уровне, не с сильными соперниками, которые сейчас дерутся, я имею в виду, в проф-лигах. Ну, он найдет свое, он также занимается различными делами, читает рэп, там, счастлив со своей семьей, там, жена у него появилась. Типа, это же круто. А чем занимается Александр, я думаю, он всегда найдет, и у него все будет хорошо, по крайней мере, я ему так желаю этого души. В этот же день, в который будет ваш бой с Александром Емельяненко, пройдет турнир Топ-Док, где в главном бою Артем Тарасов, твой последний оппонент, встретится с рэкбистом, с Данилой. Кого считаешь фаворитом данного поединка и почему? Я считаю, что фаворит однозначно рэкбист, потому что у него подход к тренировкам, по крайней мере, то, что я видел из истории, там, где он выкладывает, что он пашет. Он не дрался, там, три года или четыре года, точно не могу сказать, но он тренируется стабильно и выглядит прям, ну, в теле. Это не значит, что прям, я считаю, что Артем проиграет. Я считаю, что рэкбист фаворит, не намного, но фаворит. Но если меня спросили бы, кто, ну, за кого я в этом бою, чтобы выиграл, я этого желал, то, конечно, Артем Тарасов, потому что он уже на старых дрожжах едет, там, нет, нет, тренируется. По десять боев за месяц, как у меня. Ну, в принципе, красавчик и, надеюсь, он выиграет. Все зависит от того, как он подошел к этому бою. Я лично подхожу к каждому бою серьезно. Как он подошел, время покажет. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...